Среди российских пользователей соцсетей свыше 35 миллионов активных авторов. Но как часто каждый из них задумывается о своих высказываниях в сети интернет? Скорее всего, почти никогда. А между тем, за некоторые слова или публикации можно получить реальный срок. Светит он теперь и пользователю Инстаграм под ником Айша. Комментарий девушки признан публичным призывом к экстремизму. Еще удивляетесь, что ментов убивают. Надо самосуд устроить и публично казнить. Личность девушки быстро установили, а дело уже направлено в суд. За такой комментарий ей грозит до двух лет лишения свободы, а в лучшем случае она может отделаться штрафом. Есть и те, кто уже получил срок и заслушал свой приговор. 35-летней Шахруза Дайдбекова назначена два года условно. Установлено, что женщина умышленно размещала в интернете провокационные сообщения в виде комментариев. Она от того, что это в порыве сделала или она случайно сделала, но она умышленно сделала и призыв опубликовала, напечатала в этом Инстаграме. А страдать будут ее дети. Эта женщина, мать детей, она осталась один на один со своей проблемой. Само то, что она признана виновной, то есть совершила преступление, это последующее отражается, как я многим пытаюсь объяснить. В большинстве случаев люди, которые попадали под статью из-за комментариев, даже не осознавались, что это может быть наказуемо. Но тут важно понять, незнание закона не поможет избежать ответственности. Поэтому так важно изучить вопросы, понять, какие высказывания могут быть отнесены к экстремистским призывам. Кроме того, можно посмотреть официальный перечень экстремистских материалов, размещенных на сайте Минюста, чтобы иметь представление о том, какие публикации государство запрещает распространять. К чему приезжает вообще данное законодательство? Если же человек не может ответить за свои слова, за свои поступки, какая разница? Если он на его не может отвечать, так же нельзя ему эти же вещи делать и в социальной сети. То есть нельзя говорить такое или писать такое в социальной сети, за что тебя могут привлечь к ответственности. То есть надо следить за своими словами. Если даже человек пишет в комментариях что-то, и его слова носят такой угрожающий характер и так далее, ему надо хорошенько задуматься. Оскорблять и призывать к насилию недопустимо не только по закону, но и с религиозной точки зрения. По словам ученых-богословов, выражать свое мнение, каким бы верным оно ни казалось, нужно, обуздывая эмоции, сдержанно и без агрессии. Ислам любит всегда доброту, всегда мягкость. Сам посланник Аллаху, салли Аллаху, говорит, человек мягкостью может добиться большего, нежели грубостью. В своей жизни, своим примером пророк Аллаху показал, как он объединил вокруг себя многих людей разных верований, разных убеждений. Они все собрались вокруг него тем, что он был к ним мягок, он понимал их, он вел с ними беседы, которые открывало разум, давало свет. И сегодня это не хватает многим нашим мусульманам, я подчеркиваю, мусульманам, которые ведут какие-то споры, дискуссии, комментарии в социальных сетях, вместе с этим забывают, что они не делают так, как делал Асланик Аллаху, салли Аллаху, салли Аллаху, салли Аллаху. Конституция России гарантирует свободу мысли и слова, но любая свобода заканчивается там, где начинается нарушение закона. И об этом нужно отчетливо помнить, даже находясь в виртуальном пространстве, чтобы не попасть под статью за экстремизм. Ватимат Ханапова, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Махачкала.